Тренировки в мини-группе – достаточно надежный и проверенный способ обучения навыкам рукопашного боя и самообороны. Перед тем, как записаться на пробное занятие, нам часто задают ряд типовых вопросов, которые, надо сказать, весьма закономерны. Наше направление является нестилевым и во многом авторским, персональным опытом и наработками конкретных людей, собранными по частям и систематизированными в результате многолетней исследовательской деятельности в области спортивных и прикладных единоборств. Мы решили сделать этот репортаж, чтобы помочь вам ознакомиться с программой обучения, этапами, нашим видением методологии, техники и тактики рукопашного боя, а также ответить на ряд наиболее распространенных вопросов, которые интересуют большинство людей перед посещением занятия. Будем при этом максимально краткими. Методически мы стремимся выстроить программу так, чтобы она была доступна любому человеку с любым уровнем подготовки, любого возраста и пола. Однако в настоящий момент мы ориентированы на обучение взрослых состоявшихся мужчин. Тренировочный процесс направлен на комплексное развитие двигательных навыков человека. В начале обучения основное время занимает отработка ударной техники. Ставятся мощные пробивные удары руками и ногами, серии ударов, базовые перемещения, элементы защиты и атаки. На первых этапах мы не занимаемся освоением секретных приемчиков и грязных ударов уличного боя, так как наша практика показывает, что в случае уличного конфликта, не имея соответствующих знаний, опыта и навыков, вы неизбежно станете жертвой агрессора, так как ненаработанные до автоматизма и не обкатанные в поединке техники обладают весьма низкой надежностью. При обучении человека с нуля достаточно продолжительное время уходит на развитие координационных способностей и на общую физическую подготовку. Основная проблема при обучении новым биомеханическим навыкам – избыточность степеней свободы и недостаток ресурсов внимания для их равномерного распределения. Именно поэтому каждое новое, даже самое простое движение приходится разбирать по частям, изучать по шагам, заставляя работать те мышцы, которые не используются в таком объеме в повседневной жизни. Кроме того, что необходимо поднять общий тонус мышц бойца, ключевое значение имеет установка новых связей в головном мозге. Обучаемый должен научиться договариваться со своим телом, подчинить его своей воле и научить его выполнять посылаемые из головного центра команды. Это дело весьма небыстрое и трудоемкое, так как скорость выстраивания связей ограничена, а сам процесс достаточно инерционен. Именно этому посвящены наши детские тренировки, на которых детишки в игровой форме учатся работать собственным телом и использовать его для решения задач повседневной действительности, развивая ловкость, силу и необходимые для эффективного взаимодействия социальные качества. Сконцентрировавшись на освоении базовой техники, мы также уделяем огромное внимание защите и тактической составляющей рукопашного боя. Особое внимание в методике подготовки мы уделяем спаррингу и поединкам. Мы спаррингуем на каждом занятии. Вновь пришедших мы стараемся как можно быстрее интегрировать в общую систему обучения и как можно скорее дать им возможность получить опыт рукопашной схватки. Однако делать это мы предпочитаем мягко и постепенно, не травмируя психику обучаемого. Основной приоритет – безопасность. Необходимо это для того, чтобы боец с первого дня видел связь между техникой, которую он отрабатывает на занятии, и техникой, которую он будет применять в бою. Такой подход дает значительный прирост в эффективности обучения. Органичное сочетание теории и практики на тренировке позволяет человеку с самых первых дней обучения подходить осознанно к освоению предлагаемой на занятиях техники и дает ему возможность задействовать собственные творческие ресурсы для поиска ответов на возникающие вопросы. В данной модели мы стараемся убрать субъективизм при передаче информации, даем человеку возможность немедленно применить в бою полученные знания. Данный этап – наиболее продолжительный и сложный из всех. Прикладные удары, техники защиты от ножа, парирование ударных действий, динамическая атака суставов и прочие ухищрения не дадут абсолютно никакого эффекта при отсутствии технической базы и необходимых абстрактных качеств рукопашника. Чувство противника, дистанции, психологической стойкости и так далее. После успешного освоения начального этапа, на котором мы попросту учим человека драться, мы постепенно перераспределяем акценты с базовой техники на прикладную, а также на работу с оружием и подручными предметами, защиту от ножа, палки, разбираем тактику взаимодействия с группой противников и так далее. Здесь уже особое внимание мы уделяем текучести, вариативности, выверенности каждого движения, технической чистоте, тактике ведения поединка и оптимизации боевых алгоритмов рукопашника. Весь этот процесс, так же, как и в самом начале, сопровождается активной спарринговой практикой. Последовательность эта обусловлена тем, что без базовых навыков боевого искусства освоение техники вооруженного взаимодействия попросту бесполезно. Если вы не можете элементарно защититься от удара, выполнив уклон, вы никогда в жизни не поймаете и не ограничите подвижность вооруженной руки. При отсутствии практической составляющей все полученные знания будут бесполезными. Ввиду того, что наша целевая аудитория – взрослые люди, мы не специализируемся на спортивных результатах и участии в различного рода соревнованиях. Обуславливается это не тем, что наша техника слишком опасна и невозможна для применения на спортивной арене. Наоборот, база нашего стиля позволяет вести поединок по любым правилам. Основной причиной является специфика нашей публики и поставленные в тренировочном процессе задачи. Мы не растим чемпионов, профессиональных спортсменов или крутых бойцов. Мы стараемся научить взрослого человека постоять за себя в экстремальных ситуациях, дать отпор зазнавшемуся хаму, защитить своих родных и близких, свою жену или девушку, ребенка, обезопасить свою жизнь и здоровье, а также оградить свою честь и достоинство от посягательств со стороны агрессивно настроенных негодяев, для которых единственный понятный язык – это язык силы. Подобные столкновения происходят в жизни каждого из нас и, порой, оставляют после себя весьма глубокий след. Задача, преследуемая при обучении, заключается не в том, чтобы стать лучше всех и раскидывать профессиональных бойцов в разные стороны, как Стивен Сигал, а вырасти над собой, стать сильнее себя прежнего, получить надежный инструментарий для ведения рукопашной схватки и план на бой, который может произойти в жизни каждого из нас сегодня, а может и не произойти никогда. Однако это не означает, что мы изолируемся от всех остальных направлений и занимаем закрытую позицию по отношению к другим единоборствам. Наоборот, инструкторский состав тренируется ежедневно и стремится получать как можно больше новой информации, регулярно обучаясь и обмениваясь опытом с представителями других направлений. Для учеников, которые достигли определенного уровня подготовки, мы организуем выезды в дружественные клубы для участия в поединках и получения дополнительного опыта и знаний. Если же вы мечтаете о спортивной карьере и имеете желание расти в области боевых искусств профессионально, на сегодняшний день существует масса специализированных клубов, ориентированных на работу с молодыми, замотивированными на большие достижения людьми. Если вы принадлежите к их числу, выберите направление, в котором вы хотите реализоваться, и вперед! Перед вами открыты все двери. Мы же стремимся открыть мир боевых искусств для нескольких другой публики.